Сегодня я хочу пригласить вас осуществить вместе с нами удивительное путешествие во Львов. Первый вопрос, который стоит перед любым человеком, который отправляется в путешествие в какой-то незнакомый город, это где остановиться и что посмотреть. Вот сегодня, наверное, мы какую-то часть отснятого материала покажем по вопросу, где остановиться, и в следующий раз покажу видео, что можно посмотреть. Львов удивительный город, очень старый, с интересными зданиями, с интересной историей. И когда мы отправлялись в путешествие, то смотрели какие-то гостиницы, и остановились на одной очень такой интересной гостинице, которая называется Эдем, и находится практически в самой центральной части города, недалеко от железнодорожного вокзала. И за разговором проделали путь мы незаметно, буквально в течение пяти минут, учитывая пробки, мы оказались возле этой гостиницы. Обращаю внимание, что самый центр города, и вот такой вот проходной дворик в центре города, мы входим вовнутрь этого дворика, и плюс в том, что не чувствуется здесь городской суеты, достаточно тихо и спокойно, вот такой вот здесь внутренний дворик. Здесь и жилые дома живут люди, и вот перед нами находится здание гостиницы. Ещё рано, ещё нет поселения, поэтому мы вначале здесь оставляем вещи, идём на прогулку. Ну, прогулку мы покажем уже в следующем нашем видео, а сейчас немного так вот прервётся наше видео, и нет такой последовательности, но мы показываем вот холл. Когда мы заходим, нас встречает приятный, приветливый персонал. Всё очень чистенько, комфортно, в гостинице два выхода, можно выйти на одну сторону центральной улицы, можно выйти с другой стороны, и очень удобно и быстро оказаться в другом совсем районе города. Мы заходим в комнату, у нас полулюкс, он разделён чисто символически, как бы на две части, и здесь была одна двуспальная кровать, но так как мы вдвоём с подругой, мы попросили, чтобы нам поставили ещё одно дополнительное место. Здесь имеется кожаный диван, но он не раскладной, имеются халаты, все атрибуты походной жизни, и вот такая вот ванная, туалетная комната, которые совмещены тоже в одной вот комнате. Что здесь ещё достаточно удобно и комфортно в этой гостинице, это вот вид из окна, тоже мы вам показываем, он во внутренний дворик, поэтому ночью здесь спокойно и не мешают звуки улицы. Мы пришли в ресторан, здесь очень вкусная кухня, и поэтому мы решили отснять те блюда, которые нам удалось здесь попробовать. Первый наш обед здесь мы пробуем у нас компот, борщ и вареники с картофелем. Очень вкусно, к вареникам, видите, нам поджаренный лук дали и сметану. Необыкновенно вкусно, но я не думаю, что мы настолько были голодные, но проглотили всё в один присест, всё, что нам здесь принесли. Здесь же мы ужинали, на ужин получили вот такой витаминный салатик с яблоком, сельдереем и морковью. Я никогда не делала такое сочетание, мне оно понравилось. Помимо этого, вот такой, это называется медальон из телятины, сверху с грибным соусом и картофельное пюре. Но медальон, вы видите, тут я не знаю, каких размеров огромных был. Плюс чай и вот такие вот блинчики с творогом. Признаюсь сразу, блинчики мы не доели, взяли с собой в номер, думая, что съедим, но съели не всё. Вот завтрак. На завтрак я начинаю со сладких вот блюд, потому что здесь всякие мюсли, кефирчики, йогурты. Ну и нас сразу потянуло в эту часть стола. Как и во многих других гостиницах, завтрак организован по типу шведский стол. Ну и помимо шведского стола, помимо тех сладостей, которые я показала, здесь можно покушать достаточно плотно, потому что много всего другого, достаточно разнообразного и вкусного. Здесь и блины, и мясные блюда, и овощные блюда, и разные добавки, и гарниры. Всё подогретое и много различных дополнений к основным блюдам, которые предлагаются в качестве подгарнировок, в качестве разных соусов. Ну, неудивительно, потому что гостиница пользуется спросом. Здесь от 9 и выше баллов стоит оценка. И поэтому свой прощальный ужин мы делали тоже в этом отеле. Заказали вот такие салаты очень интересные. Один с телятиной, а второй с курицей. Ну, это на выбор, поэтому не всё одному человеку. Тоже вот заказали телятину, но уже такая вишнёвая какая-то подливочка была. Дальше запечённые овощи. И шедевр, это, конечно, пьяная вишня, пирог вот такой. И тут написано на украинском Эдем, но мы читали едем, потому что мы отправлялись уже домой. До новых встреч на нашем канале. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok